С толком провели крымские праздники шахматисты. Они поучаствовали сразу в двух республиканских турнирах. А вот футболисты о такой соревновательной активности могут только мечтать. На этот раз плохая новость пришла из Севастополя. Местная СКЧФ уже история, по крайней мере, как команда второй лиги российского футбола. После решения УФА запретить крымским клубам выступление под эгидой РФС, у руководителей спортколлектива из города-героя не было другого выбора. Пришлось распустить команду. Открытый республиканский блиц-турнир по шахматам всегда пользовался особой популярностью у спортсменов, но в этот раз и вовсе собрал рекордное и по количеству, и по качеству представительства. Лучшие интеллектуалы из девяти регионов республики соревновались в 11 турах. Победитель Юрий Айропетян набрал 9,5 очков из 11 возможных. Вторым в общем зачете стал 14-летний мастер спорта Александр Трепишко из Симферополя – 8,5 баллов. А третьим оказался еще один мастер спорта из крымской столицы – Александр Ледаков – 8 очков. Наградили не только победителей. С легкой руки чемпиона мира по шашкам Сергея Белошеева звание академика Международной академии шахматно-шашечного искусства получил первый вице-президент профильной федерации Крыма Сергей Бобяр. Я думаю, что те фамилии, как ты, как Карякин, как Белошеев, как сегодняшние наши Грицаева, Тухаев, и очень молодежь подрастает, Гапон, Танциура. Так что у нас это есть направление. И, конечно, для меня есть такой приятный повод, что вот так получилось. Ну, еще раз благодарен. А вот в Республиканской Федерации Футбола праздничных поводов нынче немного. Недавнее решение УЕФА запретить крымским клубам выступать под юрисдикцией Российского Футбольного Союза стало шоком для наших профессиональных команд. Ведь теперь они, по большому счету, не имеют турнирных перспектив. Во всяком случае, сейчас. Мотивации нет. Финансирование тоже. Как следствие, ТСК пока еще держится. А вот СКЧФ уже выбросил белый флаг. Взрослую команду распускают. Весь парадокс заключается в том, что европейские футбольные чиновники продолжают действовать по принципу «не себе, не людям». Запретить-то запретили. Даже территорию нейтральную назвали. Вот только обещание выделить финансы на развитие игры номер один в республике, пусть и на любительском уровне, так и остались славами. Эмиссары из УЕФА в Крыму еще замечены не были, как и их деньги. Никаких подвижек. Вот опять пошли разговоры, что вроде бы как на следующей неделе кто-то к нам должен приехать. Официальных сообщений, официальных разговоров у Федерации футбола Крыма с представителями УЕФА не было. Позицию невмешательства со стороны РФС в республике понимают. Рисковать домашним чемпионатом мира в 2018-м ради профессионального футбола на полуострове бессмысленно. Учитывая сегодняшнюю обстановку, мы понимаем Российский футбольный союз. Мы понимаем, что есть устав УЕФА, его надо придерживаться и так далее. Кстати, даже в самой Украине абсурдную совместную позицию УЕФА и Незалежной Федерации футбола многие считают бесперспективной. Известный в прошлом футболист украинской сборной, многолетний капитан киевского «Динамо» и коренной крымчанин Андрей Несмачный уверен, что это ошибка, причем большая. Обидно, что в Крыму практически умер футбол. Не верю, что человек с УЕФА что-то в корне изменит. Разве в Европе нет коррупции и взяточников? Решение УЕФА оставить крымский футбол под юрисдикцией Украины малоперспективное. Ничего из этого не выйдет. В такой ситуации единственным выходом ведется создание сильного чемпионата Крыма. Тогда и ТСК с СКЧФ, и «Жемчужиной» получат шанс на жизнь, и новых талантов станет больше. А там, быть может, и УЕФА вспомнит про свой главный лозунг – футбол вне политики. Валерия Назирян, Алексей Романов. Время новостей.